Всем привет, мои дорогие! Всем привет! Но не скажу, что утро, у нас уже без пятнадцати час. Привет-привет! Приветики-приветики! Сейчас ради вас причешусь, а то я после тренировки даже не причесалась. Что-то вообще творится. Привет-привет всем, кто проснулся. Что-то там было вообще какой-то трэш. У вас утро, а я уже провела тренировку для девчонок, позавтракала. И ко мне приехала Катя, сделала мне вот, видите, маникюрчик. Да, колечко моё, вы бетон видели? В Бангкоке купила. Я хотела не надевать до Москвы, а потом думаю, ну вообще пипец. Это что такое? Ладно. А потом думаю, ладно, надену. Всё для вас. Причесала, сейчас даже губы намажу. Добрейшего денёчка. Угу. Вы так делаете, когда губы красите? И даже подушусь для вас. Всё для вас, мои дорогие. Монталь Sweet Flowers. Спрашивайте, чем я сейчас душусь? Монталь Sweet Flowers. Вот. Короче, всё хорошо. День великолепный, но чтобы быть совсем загадочной. Вау. Я красотка неземная. Вчера приехали из клуба поздно. Тайфун у вас в голове. Ну, у вас в голове тайфун, или я не знаю, где ещё у вас тайфун. Больше где тайфуна нет. Приехали вчера из клуба поздно. Ну, как поздно. Очень, очень, очень. Ой. Короче, мы с Ромочкой приехали где-то в 2 часа. Потом, естественно, мы не спали ещё какое-то время. Короче, я на тренировку... На тренировку я проснулась без 27. А тренировка у нас начинается в 7. Но так как пляж рядом, вот видите, да, вот это море, вот это море. До пляжа идти ровно 3 минуты. Вот. Я успела. И без 5-7 я уже была на пляже. Я умею очень быстро собираться и умею очень быстро и чётко вообще всё делать. Такой вот я быстрый и чёткий человек. Вот. Как отметили? Да, очень круто отметили. Прям очень круто. Я... Я не очень люблю кэч. Привет всем. Кэч я не очень люблю. Почему я не очень люблю кэч? Сейчас расскажу. Ну, во-первых, я не люблю никуда ездить на острове, да? Почему я так редко бываю в том же Дельмаре, в том же Кэче? Потому что туда надо ехать. Я в основном нахожусь на юге, когда живу постоянно. Да нет никаких ураганов. Слушайте, хватит изображать из себя дебилов. Я вам ещё раз хочу сказать. Если вы верите газетам и тому, что говорят по телевизору, вы дебилы. Ну, вы просто дебилы, ребят. Ну, нельзя быть такими идиотами. Ну, как можно верить тому, что говорят по телевизору в новостях? Как можно верить тому, что пишут в комсомольской правде? Ну, неужели вы настолько тупые? Ну, если вы тупые, то зачем вы вообще у меня-то здесь сидите? У меня тупые не нужны, подписчики. Я ненавижу тупых. Вам вообще в башку вашу тупую не приходила такая элементарная мысль, что как только начинается сезон каких-нибудь отпусков, тут же начинается, если это Турция, то в Турции какая-нибудь эпидемия болезни, с которым, извините меня, в которой заражаются все в бассейне, да? Если это Турция. Если это Пхукет, то это, блин, тайфун. Все бегут, все бегут. Мне пишут куча добрых людей. Как вы, Лена? Что будет с фитнес-туром? С нами ничего не будет. С вами, дебилами, будет все, понимаете? Вот с вами, дебилами, будет все вот так вот плохо, как вы переживаете по поводу тех, кто находится сейчас на Пхукете. Но я понимаю, что вы завидуете, да? Что у вас денег, блин, нет. Что у вас, у нас в России загранпаспорта всего у 6% населения, а остальные 94% усираются от того, что люди в Таиланде, а они, блин, в своем зажопински. И в этом зажопинске, и в этом зажопинске, блин, они вдруг узнают, что на Пхукете тайфун всех смоет. И им сразу в зажопинске становится легче. Они идут в ближайший магаз, покупают себе кто водяры, кто шампуня за 100 рублей шампанского российского, и сразу все хорошо. То есть их на Пхукете, бля, миллионеров смоет ураган, а мы, честные люди, у себя в зажопинске выпьем сейчас и закусим. А еще мы, честные люди, поскорбим. Мы поскорбим, потому что в стране беда, в стране трагедия произошла, да? Вы стадо. Да кто нервничать-то? Вот этот вот Мурат тоже отправляется в бан. Все, кто мне пишут, не надо нервничать, не надо так писать, не надо так говорить, все сразу в бане, естественно. Потом обижаются. Я ничего плохого не писала, почему вы меня в бан отправили? А еще одна дура проснулась. Анюта Кап. Снимите Кап с головы и подумайте немножко мозгом. Вот. Меня, знаете, меня все время поражало в людях стадное чувство. Просто рисунок держится, ну, где-то месяц. Но здесь вот он быстрее смывается, да? Потому что я очень так это конкретно прям часто мою руки, естественно. То есть здесь вот он быстрее, видите, он уже бледный. Вот. О, Яночка, дочурочка любимая, привет. Купила Юрику вчера целый пакет вещей, трое шорт и пять или шесть всяких пола. Вот. Привет, Мусик. Посмотрела твои истории. Молодцы вы, Сережа. Ну вот, ребят, меня все время удивляло вас вот это вот стадное чувство. Во-первых, доверие к средствам массовой информации. Вы все воспринимаете всерьез. Вы все воспринимаете честно. Ребят, ну, к сожалению, я понимаю, что вы очень наивны. Но с чем кольцо Шанель, вы зайдите на сайт Шанель, посмотрите, сколько оно стоит, и вы поймете, с чем оно. Это же все элементарно делается. Вот. И я понимаю, конечно, что реально есть просто очень наивные, доверчивые люди. Есть люди, которые даже сами себе не признаваясь, да, они подсознательно вот думают, как это ужасно, да, вот они куда-то полетели, они денег потратили, а там еще сейчас тайфун. Им как-то легче подсознательно. Они не признаются даже себе в этом. Это так подсознательно происходит. И что касается, вы знаете, разных трагедий, вот даже я вчера вот с вами поговорила в сторис про эту вот трагедию в Магнитогорске. Ребят, ну, смотрите. Добрый день, у нас час дня уже, вот. Евгения, В-91, вы можете выйти из эфира и поговорить о чем угодно. Евгения, да, В-91. Вы просто можете четко выйти и поговорить о чем угодно. Я вообще не против. Вообще не против. Вот. И по поводу вот Магнитогорска. Когда я смотрела телевизор и увидела, да, вот эту вот историю про спасенного мальчика, маленького в Магнитогорске, я высказала свою точку зрения. Я тогда вообще не связала эти две ситуации, потому что я вообще... Новости меня мало интересуют, те, которые ко мне не имеют никакого отношения. Вот. И потом я узнала, что произошло, да, ужасно. Обрушился дом, погибли люди. Все это происходит из-за распиздяйства, естественно, местных властей. Вот. И спасли этого мальчика. Знаете, это великолепно, что его спасли. И я еще раз хочу вам объяснить. Вы вот к тем, кто вот так вот рукопрячет. Спасли мальчика, спасли! Путин приехал там к какому-то восьмилетнему мальчику, сказал, здравствуй, Павлик Павлик Морозов или не Павлик Морозов. Потом, блин, приехала министра здравоохранения к этому мальчику, которому восемь, сколько там, месяцев, и тоже лично ему поправила подушку. Вас это умиляет. Да, маникюр шикарный, Катя сделала, просто нереальный. На ногах тоже очень круто. Вас это умиляет. А нормальных здравомыслящих людей это возмущает. Потому что каждый божий день в директ. И в комментариях к сторис, в комментариях к постам, вы тоже, наверное, видите, да, каждый день ни одного дня не обойдется. СОС, спасите ребенка. СОС, помогите спасти ребенка. СОС, спасите ребенка. У нас постоянно умирают дети, потому что им нужна помощь от врачей за границей. Им нужно лечение за границей. У нас их не могут вылечить. Им не могут дать деньги на лечение, если у нас их не могут выложить, вылечить. И для вас это нормально. Одного ребенка спасли. Да я счастлива за этого ребенка. Я счастлива за этого ребенка, что его спасли, понимаете. Я просто завидую его родителям, потому что вы знаете, кто меня хорошо знает, да. Я сама потеряла сына, я знаю, какая это трагедия. Но этим не надо восхищаться. Это нормально, то, что этого ребенка спасли, да. Это нормально. А вот это вот быдло, которое хочет скорбеть, это как с Пасхой. Была у меня такая ржачная ситуация с Пасхой. Как-то во время Пасхи, когда меня дико задолбали люди с поздравлениями, Христос воскрес. Вот мне в день Пасхи написали человек, наверное, 500 в директ «Христос воскрес» и типа этого. Я спокойно, адекватно им объяснила. Во-первых, я агностик. Меня не волнуют такие праздники церковные, религиозные, как Пасха. Это во-первых. А во-вторых, для большинства людей, которые изображают из себя верующих, они вообще ни разу не верующие. У нас истинно верующих людей очень мало. Остальные тупо иногда ходят в церковь, на Пасху жрут и пьют. И это святой праздник. Как посмело. Мне даже кто-то писал, кстати. Кто-то даже мне написал. Типа, знаете, я вот когда вы сказали про Пасху, я от вас отписалась, а потом я снова на вас подписалась. Господи, ну что ж тупы-то вы такие. Ну поэтому вы живете в дерьме. Вот вы можете обижаться, можете не обижаться. Но вы реально живете в дерьме, потому что вы тупые. У вас не хватает ума дважды два сложить. Пасха? Вы радуетесь Пасхе. Спасли ребенка в Магнитогорске? Вы радуетесь спасение ребенка в Магнитогорске. Что вокруг происходит? Вам вообще похеру. Ходит наше правительство, сейчас стоит служба в храме Христа Спасителя. Верующее, значит, правительство. А то, что до этого, блин, они знать не знали, что это за служба, где это вообще все происходит, это вообще никого не волнует. Ладно, все, оставили. Вот. По поводу дня рождения. Отметили вчера день рождения, ну, очень классно. Было очень много людей. Естественно, нас на всех обращали внимание. Мы танцевали. Мы тусовались. Мы просто чувствовали себя потрясающе. Спасибо, конечно, Натахе. Она такая, она креативная. Она придумала нам офигительные футболки, да. Хэштег «Я огонь, это моя вечеринка». Юбки, вот эти пачки. Это, конечно, была жуткая ржачка. Особенно я очень смеялась, когда... Я-то думала, что у всех такие юбки. Выхожу, значит, за мной заехала машина, я девчонок забирала. Выхожу, смотрю. У них у всех, кроме там Лены Шипил, у нее тоже была короткая юбка. Но Лена как бы, извините меня, конечно, съела два куска пиццы, а даже, может быть, и три я не считала. А почему мне не съесть-то пиццу? Вот. Ничего не подскажу по поводу встречи с подписчиками. Не будет на Пхукете у меня встречи с подписчиками. Не хочу ни с кем встречаться. Каждый день вас встречаю толпами. Вот. У меня в Москве будет встреча с подписчиками в нормальной обстановке. Здесь негде встречаться с подписчиками. Нет нормальных мест, где можно посадить большое количество людей, либо это будет стоить дорого, это вообще какой-то гиборой. Потом все хотят встречаться, дойдет до встречи, приедет пять человек или десять. Мне это нафиг не надо. Вот. Я вас и так люблю. То есть, когда я вышла и увидела, что у всех девочек юбки по колено, а у меня, извините, еле-еле лобок прикрыт, я, конечно, была очень возмущена. Долго вопела. Наташа сказала все, что я думаю о ней, но потом я ее простила. Потому что я реально, правильно вы мне писали, я реально настолько крута и выгляжу настолько, ну, охренительно, что в этой юбке я была еще, как бы, круче и охренительнее. И это была очень, это была очень четкая вечеринка. И я прям вот рада за Наташку, да, когда мне было 50 лет, я совершенно спокойно свое 50-летие встретила в кругу близких. У меня, кстати, было, ну, правда, несколько девочек, там, моих знакомых, подруг. Ну, это было очень все традиционно, мы посидели в ресторане. Мне, кстати, Яночка подарила сумку одну очень хорошую. На тот момент это для меня, а что у меня кондиционер не включается, так что ли? Какая я тупая, даже кондиционер не могу включить. Вот, да, то есть я свое 50-летие отметила, ну, очень традиционно. Вот, мне тогда Никита подарил 50 тысяч рублей, это были большие деньги, доллар тогда был 30. Яночка сумочку подарила мне. Вот, ну, то есть так все было традиционно. У меня, правда, было огромное-огромное количество цветов, вот это я, как сейчас помню, у меня просто была вся комната заставлена цветами, но я тогда еще не была звездой Инстаграма, я тогда только начала вести свой блог. Буквально, наверное, был, может быть, недели две моему блогу, вот. А сейчас, вот, конечно, 55 в прошлом году я отметила очень круто. У меня была нереально крутая вечеринка в Москве. Я пригласила туда гостей, сколько смог вместить этот небольшой ресторан. У меня было 80 гостей, у меня был мужской стриптиз для девчонок, у меня был шикарный ведущий, шикарный диджей. То есть 55 я отметила очень круто, а вот 50, все-таки, конечно, 50 такая знаковая дата отметила скромно, вот. Но скоро 60! И вот 60 я отмечу так... Дарья, привет, я рада, что со мной с самого начала. 60 я отмечу так, что я взорву... Я взорву Россию этим отмечанием своего 60-летия. Вот, поэтому ждем. Уже немножко осталось, чуть больше 4-х лет. Ну что, продолжаем тренинг. Сегодня в 5 еще тренировка на пляже. Завтра едем в клуб, в кроссфит-клуб. Договорилась, буду проводить... Привет, Самара, спасибо за комплименты. Завтра буду проводить тренировку в кроссфит-клубе. Новый клуб, очень прикольный. Ну, все, увидите. Вот. И очень быстро летит время. Уже сегодня, я бы сказала, девчонкам записываться в соревнования. Потому что уже совсем скоро, 7-го числа утром, у нас 7-го наша прощальная вечеринка. А нет ни крема, ни пудры. Я сегодня даже еще кремом не помазалась. Нет ни крема, ни пудры. Ничего нет на лице. Вот. И уже совсем-совсем скоро будет борьба вот за эту великолепную корону. За что огромное спасибо Танюше Мельника, Тайм Делюкс. Уже который раз она мне делает корону. Вот эта вот итальянская корона с натуральными цирконами Сваровски. И борьба этот раз за нее будет очень интересная. Она очень красивая. Сейчас, вы знаете, здесь просто нет вот такого вот цвета. Верхнего Электрического. Но она нереально блестя, цирконы. И она реально крутая. Как бы вот на нее посвятить. Сейчас, подождите. Халат еще распахивается. Видите, мои девственные груди. Так, все превозбудитесь. Надо и за халатом следить. А, ну вот здесь вот видно эту цвету, да? Ну, не очень, короче говоря, видно. Поверьте мне на слово. Сейчас я застегнусь, запахнусь как следует. Поверьте мне на слово, корона очень крутая. Вот. Борьба будет проходить в три этапа. Сначала будет скакалка. Потом будет бег на время с шиной. И в конце две девочки-финалистки будут бороться. Будут бороться в масле. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть. И девочка, которая положит вторую девочку, свою конкурентку, на лопатки. Вот здесь вот, кстати, вот специально висит вот такой вот. Сейчас покажу, ребят. Ну, короче, здесь прям пломбочка специально. Вот. И девочка, которая положит свою конкурентку на лопатки. Вот здесь вот все написано. Тайм-де-люкс. Видите, да? Тайм-де-люкс. Вот. Та и выиграет. Ну, то есть это будет зрелищно. Это будет круто. Это будет зрелищно. Это будет круто. Вот. Болеете за Вику Дуденкову. Ну, можете болеть за Вику Дуденкову. Вика Дуденкова не выиграет. Сто процентов. Я смотрю, кто как тренируется. И Вика далеко не в лучшей форме, к сожалению. Вика, может быть, ходит в зал. Ну, видимо, ходит в зал. Вот. Но у нее нет выносливости. Поэтому, к сожалению, я бы тоже хотела, чтобы Вика выиграла. Потому что она постоянно ко мне ездит в туры. Вот. И как бы постоянно ездит ко мне в туры. Но. Вот я вам зуб даю на отсечение, что Вика не выиграет. Уже поняла я по уровню подготовки девчонок. Вот. Лена Шапилова, которая вот выиграла у меня корону в мае. В мае она выиграла корону. Вот. Она вполне себе в хорошей форме. Единственное, что касается борьбы. Где же я постоянно? В городе Москва вообще-то. Вот. Единственное, что касается борьбы. Просто Лена Шапилова, она... Вот я вот подумала. Это, конечно, не совсем справедливо. Потому что... Потому что... Ну, вот. У меня сейчас здесь из тех, кто девочки, кто постоянно, прям постоянно, постоянно, постоянно. Их много. Есть Лена Бибикова, которая сейчас с мужем французом. Она ко мне постоянно ездит. Наташа Кутузова, Вика, Лена Шапилова. Вот. Еще там две Наташи. Они тоже ко мне уже достаточно часто ездят. Ну, много девочек. Но в идеальной, просто в идеальной форме, что касается и уровня выносливости, находится Лена, которую я называю Тула. Вот эту девочку, Лена Тула, которая была в такой же короткой черной юбке, как и я. Только у нее она была с какими-то блесточками. Она в шикарной форме. А у нее выносливость, у нее скорость, у нее есть все. И... Ну, вполне возможно, что она выиграет вторую корону. Либо это будут девочки, так скажем, темные лошадки, как я их называю. Это девочки, которые у меня первый раз в туре. Но я уже вижу троих. Троих. Которые вполне себе могут претендовать на победу. Видно, что у них очень хорошая подготовка, что они очень выносливые. И что они вполне себе смогут посражаться. Ну, вообще, знаете, всегда интересно, кто выиграет. Потому что победит сильнейший. Вот я про Тулу и говорю, да. Она из девчонок, которые ездят постоянно, в самой лучшей форме Тула. Вот. Юлия Калачева, она, конечно, девушка знойная мечта поэта. Но у нее физическая форма вообще очень слабая. Она нормально даже бёрпи не делает. Она их и не делает-то никогда. Ей не надо. Ей надо просто ходить там по Саратову, улыбаться. Хорошая очень девочка Юля. Девушка, при данной, кстати, очень классный подарок. Подарила очень красивые серьги Сваровски. Вот. Очень ее уважаю. Спортвумен 34. Чувствую ли я ваша... Да. Только она не Шипилова, а Шапилова, по-моему. Нет, я не курю. Вот. И хорошо очень к Юле отношусь, но по своей физической форме она никогда бы корону не выиграла. Хотя у нее была, по-моему, это была самая первая корона. Но у нас там было дефиле. И голосовали девчонки, которые в туре находятся. Ой, я иногда отдыхаю, но очень редко. Вот. Так что, ребят, ну, буду вам все снимать, буду вам все показывать. Соревнования в этом году за корону. Андрей Грибов, всем передадим привет. Соревнования в этом году за корону будут очень жесткие. Они будут очень интересные. Поэтому ждите. Подробности про туры. Есть календарь туров на моем сайте. Я сейчас вот сегодня... Да она и не занимается, я вам скажу. Юля у меня не занимается. Юля у меня фотографируется в турах. Фотографируется, снимается. Ну, Юля вот... Юля такая. Каждый как бы имеет... Выбирает... Я ее не гоняю, если честно. Я просто знаю, что ее и гонять-то бесполезно. Вот. Она даже по седанию нормально идет. Ну, вполне воздушно на меня смотрит. Сейчас обидится. Юля, ты твое право, ты можешь обидеться. Я говорю, как есть. Что касается Юли, да. Ее физическая форма, она как бы хороша для женщины ее возраста. Но абсолютно она не может претендовать ни на выигрыши в никаких соревнованиях. Вот. На сегодня хватит разоблачения. Я думаю, на эту тему говорить больше не будем. Да, Шипилова выигрывала корону у меня в мае. Кстати, тоже выиграла соревнования. Там были бёрпи, там были запрыгивания на куб, там был бег на скорость. И Лена честно выиграла. Честно. Вот так вот. Так что соревнования будут интересные. Ребят, Кузбасс, привет. Даже не знаю, какую вам рассказать про себя историю, потому что... А, про туры. Вот. И я прямо сейчас сделаю пост про следующий тур майский. Потому что в майском туре в Турции, в Альвадонне, у меня там 50 мест. Я беру 50 человек. Но из этих 50 уже 25 заняты теми, кто ездит постоянно. Мне уже девочки написали, попросили оставить им места. Поэтому вот сейчас после 15 января начнётся бронь. Вот. И нужно будет бронировать. По поводу победителей посмотрим. Прогнозы. Дело неблагодарное. Вы же тренер, а не подружка. Говорит так правду. Только она сама всё про себя знает. Она дурочка, что ли, девочки. Прекрасно всё про себя знает человек. Любой. Все люди как бы прекрасно себя видят. И если вы как бы составляете своё представление о человеке, ориентируясь на какую-то внешность, да. Человек, который, например, участвует в тренировках, он прекрасно видит, как он сам тренируется. Прекрасно может себя оценить. Вот. Поэтому говорить в лицо, что типа там, Маша, а ты вот такая, а ты, Наташа, такая, а ты там, Ваня Секой. Зачем? Они всё это знают. Если они меня спросят, я отвечу. Можно ли заниматься с паратрузией? И с паратрузией, и с поносом, и с золотухой. Совсем заниматься можно. Вы себе ещё больше отговорок ищите. И вот так и будете котов на аватарку выставлять. А ваши мужья кого будут, котов трахать? Или других тёлок, у которых нормальные фигуры? Вот. Как-то так. Блин, уже осипло всё равно. Потому что на море стараюсь в этот раз по минимуму вообще командовать. Свищу в свисток. Рассказываю какие-то моменты, ну, по технике говорю всё потихонечку. Но, тем не менее, голос всё равно теряется. Вот. Каждому своё. Нет. Всегда очень много новичков. Конечно, могут новички. Мне обязательно нужны в турах новички. Обязательно. Я хочу, чтобы как можно больше людей побывали в моих турах. Конечно, мне очень приятно, когда приезжают девчонки. Вот, например, что касается Кутузовой, день рождения, который мы вчера праздновали. Она, как вам сказать, она очень классная. Она такая позитивная. Я вчера вот честно ей сказала, когда мы там тасты за неё говорили. Когда она первый раз ко мне приехала в тур, это было три года назад, сюда же, на Пхукет. Я, когда её увидела, я очумела. Я думаю, господи, как эту девушку занесло ко мне в тур. Вообще, она мне показалась очень странной. Она потому что была в таком, в нескольком таком раздраенном состоянии духа. У неё была постоянно в состоянии когнитивного диссонанса. Вот. И я вообще очумела от неё. Потом она начала ездить ко мне регулярно. И она прям реально кусок позитива. Естественно, есть у нас вот такой вот какой-то костяк девчонок. Вот они дружат между собой, они друг к другу в города там вместе какие-то разные ездят. Ездят кого-то вместе отдыхать, тусуются в турах. Да, есть костяк. Но постоянно ездят какие-то другие девочки. Спокойные, такие адекватные, приятные девушки. Я очень рада всегда новым людям. В этом туре у меня несколько девочек абсолютно новых, как несколько. Но их, наверное, человек 10, я думаю, половина примерно. Вот. И из них очень классно. Есть одна девочка, у неё очень красивая фигурка. Она прям вот, её Лена зовут. Она прям вот такая вот стройняшечка, нереально стройняшечка. Вот. И попочка у неё такая просто шикарная. И вообще она очень такая вся красивенькая. Вот. Есть ещё одна девочка Наташа. У неё очень хорошая подготовка, я вижу. Есть ещё одна девочка. Блин. Сейчас вот не буду вспоминать, как её зовут. Не вспомню. Я вижу, что она тоже очень хорошо подготовлена. Но, к сожалению, она упала с байка и сломала себе. Не сломала, а что-то у неё с ногтем на ноге. Она не может даже кроссовки надеть. Вот. Поэтому она как бы, ну, вряд ли не сможет выиграть. Бег сто процентов. Вот. Ещё кто? Ещё есть девочка Яна у меня. Девочка Яна, она очень-очень тоже хорошо подготовлена. Я вижу, она опоздала. Она прилетела вчера. И я вижу, что она очень хорошо подготовлена. Вот. Поэтому остальные пока девочки вот, ну, слабенькие такие. Что касается Бибиковой Лены, вот, которая из Франции. Она ездит очень... Она прям ездит регулярно. Последние тоже, по-моему, три года. Да. И она тоже очень хорошо подготовлена. Ей, может быть, чего-то не хватает. Знаете, почему ей чего-то не хватает? Она живёт во Франции. Видимо, там она не может найти вот такой вот уровень тренировок, который нужен именно для таких вот взрывных, для такой выносливости. У неё, кстати, великолепная семья. Муж, которого мы зовём Фил, у него друг французское имя. Он молодец. Он постоянно ездил, наблюдал. В этот раз он тренируется вместе с нами. Очень старается. Молодец. Ему тяжело. Ребят, по поводу цены на фитнес-тур в мае в Белеке. Кстати, цену я вам назвать пока не могу, потому что цена будет известна на отель после 15 января. Те агентства, которые уже продают путёвки, мне вот писали уже несколько девушек, что они уже купили путёвки в отель, чтобы как бы гарантированно иметь место. Но агентство просто продаёт, как бы скажем так, на свой риск. Потому что у меня очень хорошая связь с отелем. И отель выставляет цены на следующий год, на следующий сезон, только 15 января. Вот. По поводу могу ли я себе позволить выпить вина за ужином. Если могу позволить всё, что угодно сделать. Другой разговор, что я не люблю вкус вина. Ну вот иногда, когда вот я сейчас здесь ем устрицы, сегодня тоже пойду есть устрицы, я могу взять белое вино напополам, разбавив его содовой водой. То есть вино с водой разбавить и выпить с устрицами. Потому что как бы, ну под устрицей, конечно, вино прям просится, скажем так. Вот. А так я к алкоголю абсолютно равнодушна. Вот прям вообще абсолютно равнодушна. Вот. По прогнозу стояло 60% дождя в 5 часов. Но вот уже вижу, что дождя не будет. На самом деле солнца нет, второй день. И может быть, конечно, это с моей стороны очень эгоистично, но я безумно рада, что солнца нет. Безумно рада, что солнца нет. Ну вот. Потому что я здесь уже два месяца, потом вернусь в Москву, приеду ещё на два месяца. Поэтому мне, конечно, абсолютно не хочется, не нужно солнца. Вот. По туру я уже всё сказала, где есть информация, сегодня ещё сделаю пост. И ещё раз, ребят, вот вы часто у меня спрашиваете, где я то купила, где я сё купила. Я вам всегда отвечаю, если как бы я понимаю, что это вопрос логичный, да. Ну вот про эти вот серьги меня многие спросили, которые я вчера, в которых я вчера была. Это серьги Сваровские. Ну не качайтесь. Это Сваровские. Они недорогие. Они стоят там сто с чем-то долларов. И у меня очень многие вопросы. Мне задали люди, что у меня за очки и где я их купила. Я показывала в сторис, как я буквально три дня назад покупала их в Бангкоке. Но согласитесь, ребят, сейчас я переключу камеру. Если человек, видя эти очки, спрашивает, что это за очки, есть ли смысл ему отвечать, что это за очки, да. Я считаю, что нет смысла отвечать, что это за очки, если человек не видит, что это за очки. Поэтому, когда я не отвечаю, или если вы меня спрашиваете про какую-то вещь, если я где-то купила вещь в том месте, где вы можете ее тоже купить, я отвечаю. Когда вы меня спрашиваете про какие-то вещи, какие-то тайские бренды, я даже не знаю, как они называются. В какой мне смысл вам отвечать? Потому что, ну, вы что, полетитесь на Пхукет и будете их здесь искать и покупать? Я даже не знаю там, где они и что они. Вот. Как-то так. Ну, вот, по-моему, мы с вами очень душевно поболтали. Я, кстати, куча блогеров рекламируют фейки. Ну, пускай рекламируют. А я какое отношение имею к этому, скажите мне? Не знаю. К тому, что блогеры фейки рекламуют. Ну, пускай рекламируют. Ну, каждому свое. Каждый, знаете, кто на что сгодился. Кто-то рекламирует фейки, а кто-то пишет вот книги, которые абсолютно бестселлеры в России, Украине и прочим-прочим странам. Я книги пишу. У меня собственная косметика, собственный бренд. У меня производство, доставка и продажа франшизы, правильное питание. У меня огромный холдинг. И все это Елена Санжаровская. Кстати, хелпер, вот этот хелпер, про который я вам рассказывала, уже вот-вот появится в продаже. Я им постоянно пользуюсь. Это нереально крутой крем. Леночка, едем. Приезжай быстрее, Леночек. Я умираю, хочу есть. Видишь, уже специально болтаю, чтобы не умирать. Жду. Если ты ко мне мчишь, я прям выхожу. Вот, книгу принесет. Вот, это моя косметика. Кстати, классная абсолютно в этой косметике линейка для проблемной кожи. Я вот оставила для проблемной кожи, она вот такая вот зелененькая. Оставила, подарю там одной девочке, довернусь на челонг, два крема. Наташа вчера подарила полный набор, который 45+, в очень красивой коробке. Сама из 45+, пользуюсь вот этими вот средствами. Сейчас я вам их покажу. Они тоже очень крутые. Вы их можете купить отдельно. У меня вообще 5 минут. Все, Ленок, я одеваюсь и и что у тебя? Вот это вот лук, open look. Это средство под глаза. Оно нереально крутое. От отеков, морщин и прочее, прочее. Ссылка на косметику Elsanj. Вот вы видите, elsanj.ru. Я сто раз давала, ребят. Elsanj, это Лена Санжаровская. Вот, очень хорошее средство. И очень крутое средство Lift & Go. То есть сама пользуюсь своей косметикой. И как бы, ну, потому что она хорошая. Ой, все, мои зайки. А еще мне сегодня вот, у меня тут девочка в отеле, ее зовут Эмма. Она мне сделала подарочки. Мне и Яне. Она живет в Катаре. Знаете, как вот приятно. Она живет в Катаре. Приехала ко мне в тур. Как-то она была в Москве. Еще не посмотрела, что там, Эммочка. Извини, если вдруг смотришь. Она как-то была в Москве, попала к Яне на один семинар. А сейчас приехала ко мне в тур. Хорошо общается с Ромочкой. Вот. И как бы, очень здорово. И еще раз. Девушка, которая мне сделала этот телефон. Я обязательно про тебя напишу. Нереальный телефон. Нереальный страза, в смысле, чехол. Нереальный страза Стваровский. Саншлена, видите, да? Вот. И очень-очень-очень я тебе благодарна. Я просто хочу о тебе написать, когда уже люди будут поактивнее в Инстаграм, чтобы все увидели. Вот. И мне приятно, что мне сделала такой подарок. И мне, конечно же, хочется, чтобы, ну, как-то люди тоже что-то купили у тебя. Такие же чехольчики. Хочется помочь. Все. Зайки, ну, там активно я уже получила 100... Вот. Еще раз. Катя, которая мне сделала маникюрчик. Катюш, тебе тоже огромное спасибо. Очень крутой маникюр. Очень классно сделала педикюр. Все очень аккуратно. Педикюрчик прям тоже, вот видите, да? Вот такие прям пальчики все аккуратненькие. Розовенькие конфетки. Да. Все, я одеваюсь, выскакиваю. Поедем с Леной обедать. И уже окончательно выберем время для нашей вечеринки в белом кружевном стиле. Вот так вот, да? Ой. Ой. Пока. Люблю вас всех. Люблю вас всех. Всем желаю счастья, любви, добра. Не завидуйте. Развивайтесь. Зарабатывайте деньги. И тогда у вас тоже 100% все будет хорошо. Мне ничего с неба не упало. Я всю жизнь работаю и зарабатываю сама. Я всю жизнь растила своих детей. Мой покойный муж, царство ему небесное, ни копейки не потратил на детей никогда. Когда их нужно было отдавать в платную школу, он все время говорил, я учился в бесплатной, поэтому пускай иду тоже в бесплатную. Платила я. Когда дочка занималась электронным плаванием, ей нужно было ездить за границу на соревнования, он все время говорил, если хотят ее отправить за границу, пускай платят. Платила я. Одевала детей я. Образовывала детей я. Сына учиться в Америку отправила я. Всю жизнь я делала все сама. Я не говорю, что это есть хорошо. Хорошо, когда и мужчина рядом тоже нормальный, да? Но все-таки, девочки, вот я вам к чему... Это не то, что я пою себе оду. Вы так, кто меня давно знает, знаете, насколько я охерительная. Но какой бы рядом с вами не был крутейший мужик, сколько бы он вам на сегодня не давал денег, это в любой момент может закончиться. Поэтому вы должны уметь заработать сама, на себя, на своих детей, если вы производите детей на свет, понимаете? Боже, вы перекачались. В каком месте, стесняюсь спросить. Пока. Хорошего дня. Хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok